А знаете, что в понимании китайцев смарт-очки? У меня их двое штук есть, и вы знаете, это очень интересное решение в плане шпионского какого-то решения. Я сразу предупреждаю, что в вашей стране такие очки могут быть запрещены по мерам каких-то моментов безопасности. Но не столь суть важна. Смарт-очки в китайском исполнении на канале Технозон. Поехали! Слушайте, мне сразу стало интересно, что же это за смарт-очки. Потому что мы их, как увидели на Алиэкспрессе, сейчас еще посмотрим, заказали, и мы их получили. Я понимал, что это такое. Я знаю, что это такое, для чего оно надо, насколько это исполнение подойдет. Знаете, как я их рассматривал? Например, если человек идет на экзамен. То есть, что такое смарт-очки в китайском исполнении? Это очки, которые способны... Боже мой, они голубые, да? Которые способны передавать звук со свободным ухом. То есть, у вас в ухе нет никакого микрофона, и плюс вы можете по ним разговаривать. То есть, представляете, давайте смоделируем ситуацию. Вы пришли на экзамен, допустим, девушки обычно вот так вот очки держат, и вам кто-то там диктует, вы там раз там сказали, так, билет такой-то, да? И вам на ухо надиктовали ответ на билет. Это охренительное решение. Или вы повесили очки, допустим, куда-то, когда там обычно вешают, и они транслируют звук. Главное, чтобы собеседник не заподозрил. Но меня, например, смущает толстое вот это вот уплотнение, которое есть на очках, потому что это, скажем так, палит контору. Очень простым языком и голубой цвет. У нас есть еще одни. Давайте посмотрим, что у нас здесь еще в комплекте есть. Есть мешочек для транспортировки этих очков. Как их заряжать вообще? Да, хотя бы понять. Есть кабель зарядки и тряпочка для протирки. Это, в принципе, нормальная комплектация для очков. Сами очки вот такие вот голубые. Я думаю, что можно вставить простые стекла и сказать на экзамене, что я плохо вижу. И такой за недели-две начать носить эти очки. Заряжаются они от магнитной зарядки. Вот такой вот. То есть у нас магнитная зарядочка. Сейчас мне дадут powerbank. Мы от него начнем заряжать это все действие. Куда это надо приложить? Куда? Ага, вот есть у нас. Магнитики ложатся только одним определенным углом. Вот, пожалуйста, они вот таким вот образом заряжаются. Если говорить как о солнцезащитных очках, то достаточно неплохо. Они у меня, допустим, для машины. Их можно использовать для спорта, для рыбалки. Для рыбалки вообще отличное решение. Они сейчас заряжаются как раз. Для рыбалки отличное решение в плане того, что вы сидите, слушаете музыку, ловите рыбку. И у вас свободные руки, можете отвечать на звонки. Как отвечать на звонки, тоже вопрос хороший. Какие-то у нас есть здесь микрофоны, я вижу. А где кнопки? Где кнопки? Возможно, они сенсорные. Ладно, подключим чуть попозже. Одни пускай заряжаются, открываем вторые. Если вам интересна вообще такая тема, то, конечно же, подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейший. Как же ее распаковать? Я первый раз вижу, чтобы китайцы так сильно упаковывали. Без ножа тут не обойтись. Честно вам скажу. Упаковочка на славу. Так, вторые. Открываем. Эх! Оу, здесь они в чехле идут. Поняли? Как все красивенько. Мне интересен дизайн вторых очков. Неужели они тоже с таким же толстым уплотнением? Ну, знаете, здесь все намного лучше. Здесь они прямо выглядят. То есть, здесь уплотнения на второй части. Здесь батареи расположены. Они на дальней части. И если вы одели эти очки, я, конечно, как жапа, наверное, в них выгляжу, да? У меня тут ржут в студии. Я вам серьезно. Он за живот держится. Стрекоза. Ну, здесь не видно уплотнений. Вот этих вот уполщений. То есть, вы можете одеть, хотя, ну, это тоже палево. Насколько они бесполезны, я уже понимаю. То есть, как шпионская штука, они не совсем, наверное, подойдут. И вот знаете, что на этих очках? На этих очках вот есть две кнопки. И на этих очках надо заряжать по раздельности две дужки. Вот это мне, кстати, непонятно. Есть у нас в комплекте тоже кабель зарядки. Тоже магнитный. Их два кабеля зарядки здесь одновременно от одного USB. Это, конечно, интересно. Давайте вставим, посмотрим, как заряжаются эти. Не знаю, насколько законно такое решение, когда вы скрываете, что вы, допустим, с человеком разговариваете. Вы же, например, можете набрать кого-то из своего близкого окружения, ну, или для каких-то целей. Набрали кого-то, и он слушает, что происходит, о чем вы разговариваете с человеком. То есть, у девушки с длинными волосами это, например, будет вообще не видно. Иди сюда. Вот сейчас мы свою помощницу приглашаем. Это админ канала, Технозон. Анечка, а ну, давай. Привет всем. Да, привет всем. Молодец. Давай, одевай вот эти очки. Ну, за волосами это будет точно не видно. Во-первых, раз. Ух ты. Да, выглядишь ты, конечно, эпичненько. Слушайте, ну, за волосами вообще ничего не видно. То есть, а ну, слушай, одень, как вот девушки носят на... Нет, наверх, да, наверх вот так вот. Да, то есть, ну, вообще, фактически, это обыкновенные вот очки-наушники. По сути, это очки-наушники, обыкновенные класс. Да, толщина получается, как раз волосы уходит. Да, а здесь так вообще будет по-другому. Ну, давай, давай вот эти, одень очки. Блин, отсоединяй, вот эти магнитные липучки. Ой. Они светятся, да, они готовы, они готовы спариться. Слушайте, ну, эти, конечно, на меня... Слушайте, эти вообще по дизайну тебе подходят, так вот. Мои, да? Девочки, да, вот. Это админы высылали. Эти вообще, как обычно. Если я лысый пень, короче, да, надену это все, то я сразу все спалю. Ну, а если я вообще приду куда-нибудь в таких очках, у людей будет желание мне набить морду. Ну, а в принципе, это достаточно выглядеть. Слушайте, ну, круто, что, на тебе нормально? Мы обязательно попробуем, как они работают сейчас. Слушай, ну, нормально. Ставим на зарядку и переходим на Алиэкспресс. Посмотрим, сколько они стоят. На зарядку ставить их достаточно просто. Ну, по мне так это, ну, вот игрушка. Вот серьезно, поиграться, послушать музыку для рыбалки. Те очки, конечно, может быть и подойдут. Но они больше все женские. Пусть заряжается. Давайте на Алиэкспрессе смотрим. 59,98. Ничего себе не дешево. Кстати, есть вот еще в таком дизайне очки. То есть, вот эти вот с толстыми дужками и вот такие вот еще очки есть в таком дизайне. Ссылки на эти и другие очки будут лежать в описании под видео. Вот есть, вот они, кстати, голубые. 53,98 они стоят. Вот, пожалуйста. А есть еще, видите, совсем прозрачные. Они стоят немножечко дороже. И они выглядят более реалистично. Видите, у них тонкие-тонкие дужки. И они Bluetooth 5. То есть, вот эти вот очки, они мужские. Они мужские и могут выступать вот в роли, видите, разные модели. И их можно одеть. И, допустим, вообще, ну, как бы абсолютно четко понимать, что это не прослушивающее устройство, по крайней мере. Давайте нажмем вот такие вот очки. Почему нет? 50, 64 доллара до 74. Слушайте, а давайте посмотрим на их технические характеристики. Вот нет даже рекламных картинок нормальных, как любят китайцы. А из характеристик тоже ничего. Тип, гибрид, упаковка, модель M1. Ничего особого. И здесь есть какие-то... Так, Bluetooth 5, ТВС, музыкальные умные солнцезащитные очки. Bluetooth Phone, Voice Control, IP67, водозащита. И, в принципе, они показывают, что здесь есть батарея, мультимедиа, больше ничего здесь нет. 220 миллиампер у нас с батарейкой. Все, вот больше ничего нет. Показали, показали. Молодцы. Что тогда показали? Но все-таки хочется их протестировать. Я надеюсь, они уже готовы сопрячься. Мы сейчас включим, посмотрим, что вообще здесь выдает. Добавить устройство. Ой, оно что-то квакнуло. Вообще, он голос передает, вот просто орет. Вот, Smart Eyewear. С чем она устанавливает связь? Разрешит. Ой, ребята, если бы вы слышали, она с таким китайским акцентом, Conjected. Вот так вот, знаете, не connected, а Conjected. Так смешно звучало. Я сразу хочу послушать музыку, потому что все-таки они как Smart наушники. Ой, а что только на правое ухо идет? Она левая, здесь один наушник, должно быть два. А второй, наверное, не зарядился, я понял. Ну, качество музыки. То есть, это обыкновенный динамик, который орет сумасшедший у тебя над ухом, и практически все вокруг будут слышать то же самое, что и ты. То есть, какой смысл от этой штуки, я, честно говоря, не очень понимаю. Чтобы оно громко играло или качественно, нет. Качество звука полное фуфло. Ну, а вот насчет его... Это сильно грязный звук для меня. А вот насчет того, как можно с этим разговаривать. Алло, ты меня слышишь? То есть, она меня слышит. Но дело в том, что если какие-то звуки происходят, допустим, то я слышу ее... Ты меня сейчас слышишь? А хорошо слышишь? А ну, сейчас вот скажи. Хорошо слышишь? Повтори для зрителей. Да, я тебя очень хорошо слышу. Ну вот, вот смотрите. Получается у нас ситуация, что мы действительно можем эти наушники, если, допустим, ну, отключить звук... А ну, подожди. Я сейчас попробую сделать на максимальную тишину. Сейчас слышишь, а сейчас... Вот, если сделать очень тихо, если сделать очень тихо в наушниках, то не слышно ничего. То есть, такой себе шпионский вариант. То есть, если я снимаю... А ну, сейчас еще что-нибудь скажи. Ой, она говорит, еле слышно. То есть, вообще, давайте так. Варианты использования данных наушников. Как музыкальные наушники, это полное говно. Вот серьезно вам говорю. То есть, использовать их для музыки, это себя не уважать. Мы сейчас попробуем вторые. Насколько они подходят для музыки или чего-то еще. Вот для рыбалки, допустим. Для рыбалки, в принципе, может быть и нормально. Но использовать их как шпионские, достаточно интересная тема. Вы просто повесили себе наушники. Вот сюда вот. И, в принципе, можете где-то там с кем-то общаться. Или девушка повесила себе. И для сдачи экзаменов это вполне пойдет. Достаточно интересная штука. Но есть одно небольшое палево. Моргает светодиод. При связи моргает светодиод. И его надо будет заклеить. Это палево. Это вам серьезно говорю, палево. Поэтому мы, как бы, очень сильно рекомендуем это делать. И заклеивать данные светодиоды. Вторые наушники. Что у нас со вторыми наушниками? Сверху у нас кнопка есть. О, что-то проговорили. Так, добавим другое устройство. F002 включились. Все, уровень заряда 100% в них вообще. Вот эти вот наушники. Сейчас мы послушаем качество звука. Хотя я сильно сомневаюсь, что там будет что-то интересное. Знаете, как это называется? Они просто играют. Вот они просто играют. Это самый обыкновенный звук. Вот как в самых дешевых, дешевых китайских наушниках. Больше ничего. Для общения... Сейчас мы попробуем позвонить. Раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Короче, ребят. Оно работает. То есть звук передает. Вау, вау, вау. Сейчас зафонит. В общем-то, они... Ой, какое качество звука ужасное. Они работают. Конечно же, их действительно можно использовать для общения. Просто как хэнсфри гарнитуру. Для рыбалки, в принципе, может быть, пойдет. Ну и, конечно же, для сдачи экзаменов. И для записи каких-то разговоров. В плане того, что вы эти очки можете использовать именно в шпионских целях. Но вот эти вот утолщения... Короче, давайте по-честному. Мы считаем, что это абсолютно бесполезная игрушка. Если в рамках того, что мы рассказывали, вас это как-то заинтересует, ссылка под видео. Ну, а мы, конечно же, не рекомендуем покупать такое интересное или неинтересное дерьмецо. Нам было просто интересно, что же за смарт-очки в китайском исполнении. Если вам нравится то, что мы делаем, то мы пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Бабл. И вот такие вот очки на канале Технозон. Пока, ребят. Продолжение следует...